Добрый день, меня зовут Юлия, и это проект «Читай быстро», в рамках которого мы пытаемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Сегодня я хотела бы с вами поделиться выводами, которые я сделала после прочтения книги Джен Синсера «Неной». Эта книга является своеобразным продолжением серии книг Джен, второй частью после книги Несы, обзор на которую вы также можете найти на нашем канале. Данная книга, в отличие от первой части, действительно больше направлена на то, чтобы поменять сознание и отношение именно к деньгам, к заработку и к богатству. Как гласит под названием книги, Неной — это вековая мудрость, которая гласит «хватит жаловаться, пора становиться богатым». И на самом деле книга направлена на то, чтобы поменять осознанность вашу, поменять ваше отношение к деньгам и, соответственно, привлечь денежные потоки в вашу жизнь благодаря этому. Сегодня я хотела бы с вами поделиться десятью главными мыслями, которые действительно запечатлелись у меня после прочтения, и тремя задачами, которые поставила перед собой после прочтения книги. Итак, приступим. Разрешите себе быть богатым. Чтобы не говорили в похвалу бедности, факт остается фактом. Невозможно жить по-настоящему полноценной или успешной жизнью, не будучи богатым. Человек должен быть богатым, чтобы преуспеть и состояться как личность. Заработать кучу денег нам мешает не нехватка хороших идей, возможностей или времени. И даже не то, что мы слишком ленивы или глупы. Мы просто не разрешаем себе быть богатыми. Все прибывают на эту планету с уникальным набором желаний, способностей и талантов. Ваша задача на эту жизнь – понять, в чем они заключаются. Холите или леете их, пока, наконец, вы не станете самой истинной, жизнерадостной и крутейшей версией себя самого. А сегодня в нашем обществе для того, чтобы этого добиться, вы должны быть богатым. И давайте сразу проясним ситуацию. Автор книги не говорит о богатстве, как о наличии особняка, парка собственных машин или миллионов долларов на счету. Богатство, богатый человек – это человек, который позволяет себе иметь те вещи и проживать те события, которые сделают его жизнь наиболее полной. Ну, то есть сумма денег, богатство зависит только от вас и от того, кем вы являетесь, что вы желаете получить в этой жизни. В нашем мире почти все, что связано с личным ростом, погоней за счастьем и самовыражением, стоит денег. Вы нуждаетесь в очень вертлявой субстанции, которая наполняет чаще всего нас чувством вины, страхами и смущением. Но только вы знаете, сколько вам нужно на самом деле для радостного существования. Запомните, что здоровое стремление к богатству – это не жадность, как принято считать, в нашем обществе. Это всего лишь стремление жить. Вторая истина – создавайте свою реальность. Автор книги считает, что наши реальности выдуманы. Мы чувствуем то, во что заставляем себя верить. То есть, если вы думаете, что деньги – это зло, или, например, что их трудно заработать, через ваши счета будет вечно бежать перекати поле. Ведь внешний мир – отражение внутреннего. Если вы можете заставить себя принять мысли, которые по-настоящему портят материальную жизнь, у вас есть и способность отмести их в сторону. В каких мыслях я говорю? Я не могу заработать много денег, потому что, например, я мать-одиночка, или живу в каком-то маленьком городе, или я тупой, или я не могу быть богатым, потому что у меня нет богатых родителей. Эти мысли действительно портят наше сознание и создают бедную реальность. А мы настолько мощны, что мы можем просто отмести вот эти вот мысли плохие и создать новую реальность, изменить нашу жизнь. Мы создаем реальность нашей мечты, заставляя просто себя думать и верить. И это на самом деле очень круто. Именно поэтому сознательный выбор слов, которые крутятся у нас в голове и слетают с нашего языка, очень важен. Это называется владение разумом. И вы должны будете им овладеть, если хотите жить на полную мощность и быть хозяином самому себе, а не вваланчиваться туда-сюда по приказу обстоятельств. Позволяйте себе испытывать то, о чем мечтаете, потому что это единственный шанс наслаждаться каждым моментом. На восприятие реальности, как уже сказали ранее, удивительным образом влияют слова. Они оживляют мысли и убеждения, а еще выступают в роли якоря, который держит нашу реальность на месте. Слова помогают сформировать личность. То, что вылетает из нашего рта, влетает в нашу жизнь. Наши мысли вызывают эмоции, эмоции вызывают действия, а действия формируют вашу реальность. Следующее. Деньги не зло, а энергия. Владение разумом, как уже сказали, одна из самых важных частей жизни. Оно особенно нужно, когда дело доходит до денег, потому что на земле деньги играют заметную роль. Мы просто не можем без них функционировать. Деньги – это не зло, это просто единица измерения, которая используется в акте дарения и получения. В отличие от принятого мнения, деньги сами по себе не плохи и не хороши. Они не друг и не враг, не грязны и не чисты. Именно поэтому мысли и фразы о том, что деньги плохие или грязные, зачастую становятся причиной серьезного финансового краха. Например, фразы «деньги – корень всего зла» или «деньги портят людей». Деньги – это не более, чем бумага. Она получает стоимость только потому, что мы придаем ей значение и даем энергию. Деньги – это возобновляемый источник. Они приходят и уходят, как отлив, прилив в море. Они должны двигаться. Вы должны их получать и тратить. А если мы ведем себя как дешевки или странно их принимаем, мы просто блокируем их естественный путь. Например, когда вы соглашаетесь на очень низкооплачиваемую работу. Или когда вам предлагают определенную сумму, а вы от нее отказываетесь, потому что вам кажется, что вы недостойны таких денег. Вы сами себя ставите на позицию потери, а не благосостояния. И энергия в таком случае прерывается. Следующее. Поймите, зачем вам деньги. Чтобы стать богатым, вы должны соединиться со стремлением к деньгам и приложить к этому страсть. Ну, то есть для этого вы должны знать ответ на вопрос «Почему?». Почему вы так хотите эти деньги? Например, на что вы их потратите? Если вы будете чувствовать эмоции, тогда вы будете привлекать деньги в свою жизнь. Поймите, что вы будете чувствовать, когда, наконец, к ним прикоснетесь. Представьте, например, что определенная сумма поступила на ваш счет. Переживайте эти эмоции. Эмоции – это энергия, а деньги – это энергия. Таким образом, опять же, они привлекаются в вашу жизнь. Вы действительно должны хотеть разбогатеть и очень четко представить, зачем вам это надо. Чтобы вдохновиться на зарабатывание денег объемом, который раньше вам даже не представлялся, вам нужно быть вдохновленным. А поскольку деньги – это всего лишь горстка бумажек и монет, вы должны вдохновляться эмоциями и понимать четко, зачем они вам. Понимать, что они для вас значат и что предоставляют чувствовать. Это и будет вашим пламенем в сердце и вдохновением. Неясные мечты ведут к неясным результатам, а четкие мечты ведут к победе. Следующее – освойте силу мысли. У нас у всех есть выбор. Мы можем думать, что хотим, и осознавать, что мысли создают финансовую реальность. Если вы думаете о вещи, скоро она будет в ваших руках. Люди, которые жалуются и винят кого-то в своих неудачах, остаются на месте. Вы можете иметь море отговорок, почему вы не богаты, или вы можете иметь успех. И то, и другое одновременно важно. Какой бы выбор вы ни сделали, ваш разум формирует реальность перед вами. Некоторым людям нужно пережить больше трудностей и неприятностей, чем другим. Это тоже очень важно понимать. Но альтернатива перед нами одна. Есть люди, которые выросли за чертой бедности, без образования, без поддержки богатых родителей. Но они верили, мыслили позитивно. Опять же, мысли формируют вашу реальность. Помните о том, как это важно. И люди, которые мыслят позитивно, которые мыслят о богатстве, привлекают его в свою жизнь, становятся богатыми. А также есть люди, которые родились в богатстве. У них лучшее образование, огромные связи, прекрасный словарный запас. Но они заканчивают жизнь на улице. Успех – это не про обстоятельства, которые вокруг вас. Успех – это про то, кем вы являетесь. А являетесь вы в реальности тем, кто излучает определенные мысли. Как вы мыслите, то вы привлекаете в свою жизнь. Следующее. Будьте благодарны. Очень важно понимать, что благодарность быстро связывает вас с духовной реальностью. Духовная реальность на самом деле реальна так же, как и физическая. Через мысли и любовь вы совмещаете свою частоту с частотой Вселенной, по мнению автора книги. Благодарность позволяет вам поднять энергию для встречи каждого нового опыта. Когда вы благодарны за уроки, полученные в сложных ситуациях, а не расстроены и не жалеете себя, вы поднимаете частоту и открываетесь для получения более великого опыта. Вы не повторяете свои ошибки благодаря тому, что вы благодарны. Огорчение притягивает действительно огорчение и ограничение вашей жизни. Отрицание держит вас на месте, но благодарность вытягивает вас из петли низости и показывает новые возможности и освобождает вас. Вы никогда не увидите светлую сторону жизни в темных очках жертвы. Верьте, что на пару со Вселенной вы сделали все, что возможно для вашего роста. Будьте благодарны за это, несмотря ни на что. Практикуйте, чтобы быть благодарными, и чтобы благодарность была вашей первой реакцией. Замечайте миллион вещей вокруг вас, за которые просто стоит сказать спасибо. И ждите, что все хорошее идет к вам. Есть много вещей, за которые вы можете испытывать благодарность, если вы достаточно внимательны. За то, что вы живы, за то, что вы здоровы, за то, что у вас есть море возможностей перед вами, за то, что у вас есть где жить, что есть. Причин действительно масса, очень важно замечать их. Следующая мысль – фокусируйтесь на главном. У вас должна быть уверенность, что вы сделаете все, что сможете для того, чтобы быть богатым. Что вы пролетите мимо страхов и подсознательных отрицаний. Что вы впрыгнете в неизвестное. Решение это означает, что нет никакого плана «Б». Вы высунули голову на улицу, а теперь вы там целиком. И готовы ко всему. Если у вас есть запасной план, то у вас на самом деле нет решения. Латинские корни английского слова «decide» приводит пример автора книги. Буквально означают «отрезать», «решить». Все другие варианты исчезают, и вы привязаны к единственному решению. То есть вы действительно, принимая решение, должны отрезать все остальные варианты. У людей бывают истерики, когда нужно это делать. Они считают, что выбрав что-то одно, но они упускают другие крутые возможности. Но подумайте, вы ничего не сделаете, если будете пытаться сделать все. Одно из страшнейших препятствий на пути к успеху – это отказ от фокусировки и деления времени. Заниматься всем сразу – значит пытаться усидеть на десятке стульев, вместо того, чтобы загребать деньги, удобно устроившись на одном. Поймите, как именно вы собираетесь разбогатеть. Придерживайтесь плана, пока не достигнете цели. А после – в качестве награды – займетесь уже всеми остальными вещами. Следующее. Создайте правильное окружение. Уже миллион раз говорилось в сотнях книг о том, как окружение важно и как оно влияет на вас. Наше окружение формирует в нас все. Начинает привычки пить и заканчивая финансовой ситуацией внешностью. И чем дольше мы общаемся с определенными социальными группами, тем сильнее они на нас влияют. Вы никогда не замечали, как люди становятся похожи, например, на своих собак спустя некоторое время после их приобретения? Или как меняется ваше произношение в зависимости от края, региона, где вы живете? Недолго думая, мы принимаем окружение за реальность и считаем, что это и есть нормальная жизнь. Именно поэтому, когда вы решите увеличить ваш доход и улучшить качество вашей жизни, вам нужно будет сменить окружение. Вы должны быть с теми людьми, чьи высокие идеалы будете разделять. Постепенно ваше окружение повлияет на вас. Вы привыкнете и начнете путь к самому себе, к новому себе. Ходите на тест-драйвы машин мечты. Заходите в магазины, в которые хотели бы одеваться. Устраивайте там примерки. Ходите по районам, где хотите купить квартиру или дом и выбирайте при этом самые лучшие. Частоты притягиваются. Поэтому, если ваше окружение вгоняет вас в депрессию, важно сделать все, чтобы раскрасить жизнь новыми цветами. Помойте окна, повесьте картинки из журналов с изображением тех мест, где бы вы хотели жить или отдыхать. Нанесите ли свежий слой краски. Бедновато это у вас в голове. Поэтому потратьте всего один малюсенький день, чтобы изменить частоту того, что вас окружает. Это относится ко всему физическом плане. Ваши вещи, еда, музыка, любимые места для прогулок. Будьте очень внимательны к тому, что приносит вам радость. И выбрасывайте все негативное и навевающее скуку. Самое главное, конечно, внимательно следить за тем, какие люди вас окружают. Например, если вы начинаете работу с новыми инструментами вроде веры, если летите мимо страхов и сомнений, и тревог. Если получаете деньги, вам понадобится вся сила, что у вас есть. И вы не должны делиться мечтами с теми скептиками и ворчунами, которые говорят, что у вас ничего не получится. Постарайтесь в такие моменты, когда действительно принимаются важные решения в вашей жизни, окружать себя только теми людьми, которые вас вдохновляют. Следующее. Будьте решительным. Нас учат, что если мы будем трудиться усерднее, деньги сами нас найдут. И на самом деле удивительно, что кто-то до сих пор ведется на это. Если бы дело обстояло так, то все богачи выглядели бы плохо и устало. Они рассекали море на яхтах. Когда мы фокусируемся на деньгах, а не на работе в режиме 24 на 7, а еще не знаем, что хотим, мы открываем двери для новых свобод. Больше всего людей удерживает на месте нежелание меняться. Вы должны хотеть меняться, если желаете исправить свою финансовую ситуацию. Да, все действительно очень просто. Вам, возможно, придется отложить эго в сторону, нанять ментора или коуча, пойти на ужасную работу, которая может стать первым шагом, утроить ставку, делать холодные звонки, тратить деньги, которые вы боитесь потратить. Вы должны захотеть рисковать. Измените концентрацию, думайте о месте, в котором вы хотите оказаться. Вы должны играть на победу, а не на ничью. Вот почему многие люди застревают на этапе сомнений, пытаясь понять, как заработать деньги. Они стараются изменить жизнь, смотря на нее со старой точки зрения. Новые возможности чужды, люди их просто не различают и не понимают. Поменяйте разум, и у вас изменится вся ваша жизнь. Многие богатые люди говорят, что обязаны успехам целеустремленности, поэтому будьте целеустремленным. Никто не достигает высот, не пройдя огонь, воду и медные трубы. Разница между проигравшими победителями в твердом решении продолжать идти, несмотря ни на что в вашей жизни. Когда боль почти непереносима, ваш настрой должен перекрывать ее. Поэтому в противоположном случае вы будете действительно сдаваться и будете винить кого-то или что-то в неудаче. Но если вы сильны духом, вы справитесь. У нас у всех есть определенный порог. Какие-то вещи действительно становятся слишком болезненными, слишком личными, слишком дорогими, даже слишком близкими к успеху. То есть выдергивая нас из зоны комфорта окончательно. Нам нужно пересечь этот порог, чтобы изменить нашу жизнь. Именно поэтому он нас только пугает. Перешагнуть через этот порог важно для всего вашего дела. Поэтому следите за собой. Когда организм вдруг потребует отбоя, знайте, вы дошли до волшебной двери на другую сторону. Сфокусируйтесь на этом и прорвитесь через нее с боем. Будьте целеустремленным. Успешные люди стремятся к цели. Это значит, что у них очень много веры. Именно поэтому остальные смотрят на богачей свысока. Если вы планируете разбогатеть, вы тоже должны быть готовы оказаться в меньшинстве. Вы не можете меняться и думать, что в ваших отношениях с людьми ничего не произойдет. Переделывая свою сущность, вы расстраиваете окружающих. Вы можете потерять друзей, даже, возможно, поссоритесь с родными. Именно поэтому желание расти должно быть на первом месте, а вы должны быть целеустремленным. Итак, хочу поделиться с вами тремя задачами, которые зафиксировала для себя в своем букноте после прочтения книги «Неной». Напоминаю, что букнот – это блокнот для осознанного чтения, который рассчитан на то, что вы можете после прочтения книги зафиксировать 10 основных выводов, мыслей, которые пришли вам во время прочтения этой книги, и три задачи, которые вы планируете выполнить в ближайшее время после ее прочтения. Именно таким образом лучше всего прорабатывается книга и откладывается ее смысл в вашей голове, и таким образом она влияет на вашу жизнь. Итак, три задачи, которые я поставила лично перед собой. Первое – завести и вести дневник благодарности. Ежедневно записывать по истечению дня, за что я благодарна могу быть сегодня жизни окружающим меня людям. Как мы говорили, благодарность действительно очень важна в получении денег и улучшении финансового благосостояния. Следующее – посетить коуча, для того, чтобы на самом деле разобраться в том, для чего мне нужны деньги, проработать этот момент и зафиксировать его себе. И третья задача – записать в отдельном дневнике письмо, за что я благодарна деньгам. То, что предлагает сделать автор книги после прочтения каждой главы. Так вот, после прочтения целой книги я решила написать такое письмо, скажем так, вселенной, за что я благодарна деньгам в своей жизни. По крайней мере, на данный момент. Итак, спасибо вам большое за то, что вы уделили время для просмотра данного видео. Спасибо за то, что вы с нами. Если вы хотите быть в курсе выпуска обзоров самых крутых бизнес-книг, не пропускать это, подписывайтесь на наш канал. Если вас заинтересовал блокнот для осознанного чтения, также можете заказать его и улучшить понимание книг, которые вы читаете, прорабатывать их более качественно. Для того, чтобы получить сертификат, который подтверждает скорость вашего чтения, переходите на наш сайт буква.инфо слэш рапид, и вы сможете получить этот сертификат абсолютно бесплатно. Еще раз благодарю каждого из вас за уделенное время. Всем хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok